Сегодня бы я хотела с вами поговорить о таких вопросах, как анализ сплетен, слухов и сообщений. Очень часто к нам звонят с какой-то новостью, что-то нам сообщают, либо мы даже элементарно включаем телевизор, видим какие-то новости и не знаем даже верить этому или нет. В последнее время нашему телевизору верить вообще практически невозможно. Как вы думаете, за какой дом у нас отвечают новости? За третий, наверное. За третий, конечно. Правильно. Поэтому, когда вы услышали какую-либо информацию, вы хотите узнать, насколько она достоверна, вы можете построить хоррорную карту и проанализировать третий дом. И этот третий дом будет как раз таки описывать саму новость и покажет, верна она или нет. Также мы берем управитель третьего дома и Меркурий, потому что Меркурий у нас, это самое символически, отвечает за информацию. И Луну тоже мы берем всегда, потому что она описывает ситуацию, ход, дело и так далее. Итак, первое, что мы анализируем, это насколько верна информация. Второе, что мы анализируем, как эта информация относится ко мне. То есть навредит она мне или нет, бояться мне ее или нет, будет ли мне плохо от этой информации. То есть тут мы смотрим взаимосвязь первого и третьего дома. Первое, что мы можем оценивать, это же сразу куспит третьего дома. Вот, допустим, в данный момент ко мне позвонили и говорят там, Роза, что там, короче говоря, чего-то там, ну не важно. Я сразу же смотрю на куспит третьего дома и вижу там какой-то знак. В данный момент у нас знак кардинальный. Как вы думаете, кардинальная информация, какая она, хорошая? Наверное, нет, необдуманная, наверное, какая-то резкая. Да, кардинально может поменяться. Сегодня так, завтра так, через час еще вот это и вот так. Вот, когда она фиксирована информация, да, то есть новость неизменчива. И это уже, ну как бы, хорошо. То есть у нас такие вот, это самые маленькие галочки, да, там управитель дома, знак на куспите дома. И мы видим кардинальный знак, так себе. Далее мы рассматриваем управителя третьего дома, его положение. И мы видим Сатурн в рыбах. То есть это что у нас? Слабый. Слабый знак, то есть информация в рыбах, да по рыбам еще, да, то есть вообще фигня какая-то. Сатурн в рыбах у нас вообще находится в оброжде, и поэтому тут явно информация у нас неверная. А если бы тут стоял у нас мутабельный знак, как вы думаете, о чем бы это говорило? Ну, наверное, информация. Как? Переменчивая информация. Переменчивая, мутированная, да, то есть сегодня так сказали, завтра так. То есть может быть что-то и произошло, но информацию преподнесли к вам уже мутированную. То есть что-то частично верно, да, а что-то уже это самое мутировало, там из мухи сделали слона, допустим. Это как сейчас, нам всю такую информацию мутированную передаем. Да, поэтому, девчата, я очень часто строю такие вот хоррорные вопросы, а правда ли это? Поэтому это вот вообще такой лайфхак, очень мощный, интересный и в общем. Итак, мы должны с вами посмотреть управителя третьего дома. Это получается владелец новости, кто нам ее донес. И Луну. Опять же, если только Луна не является управителем квирента, то мы тогда смотрим ее как ход события, как бы о чем она говорит. И вот, если управитель третьего дома и Луна попали в кардинальные или фиксированные или мутабельные дома, это тоже имеет значение. Вот угловые дома, да, кардинальные дома, получается, первые, четвертые, седьмые и десятые, они говорят, что информация достоверная, ну то есть она вот может себя проявить. Да, у нас же кардинальные дома это сильными делают, то есть значит новая сильная информация может проявиться. То есть тут очень важно не путать кардинальный знак, то есть информация по какому знаку, то есть в каком виде мы ее видим, в каком виде она к нам пришла, кардинальная, фиксированная, либо мутабельная. А вот насколько она может реализоваться, это в какой дом попала она. И вот в угловой получается мы говорим, что это значит информация достоверная. У правителя третьего дома или Луна попали в десятый дом, значит верная. Если фиксированный дом, это тоже хорошо, но если падающий дом, то это понятное дело, что тут что-то не то. Также управитель третьего дома, если является ретроградной планетой, то мы тоже говорим о том, что информация ретроградная, явно тут что-то неверное. И, кстати говоря, если символический управитель информации, Меркурий вообще является ретроградным, то это уже как бы одна галочка к тому, что информация неверная. Поэтому часто на ретроградной Меркурии информация приходит нам искажённая, неверная, не до конца понятая. То есть как бы поэтому к информации, поступающей на такой Меркурии, нужно относиться очень осторожно. А если ещё и управитель третьего дома ретроградная, то мы вообще можем сказать смело, что ложная. И, кстати говоря, планеты, находящиеся в третьем доме, должны описывать информацию. Если, допустим, там стоит Марс в третьем доме, то информация должна быть там о пожаре, об убийстве, то есть там об аварии, что-то такое. Мы тогда говорим, да, карта радикальная. Либо управитель третьего дома, либо, допустим, может так быть, что планета в третьем доме, она ретроградная. Это тоже самое. То есть получается всё, что относится к информации. Управитель третьего дома, планеты в третьем доме, Луна и Меркурий. Если они ретроградные, значит, тут уже что-то, тут не того. Это третий дом. А кто, допустим, нам эту новость принёс, сказал, это тоже третий дом? Управитель третьего дома обычно. А у правителя третьего дома. Да, кто вообще принёс нам её, правитель третьего дома, этот человек. Если стоят высшие планеты в третьем доме, мы их можем не учитывать. Опять же, мы их учитываем только в том случае, если информация мирового масштаба касается всех, потому что всё-таки планеты коллективные, они, мы их рассматриваем в таких вопросах, которые касаются войны, эпидемии, чумы какой-нибудь, то есть там, где мы можем говорить о Нептуне, Плутоне, Уране, да, там какие-то землетрясения. На бытовом уровне медленные вот эти вот планеты, они просто-напросто не работают. Луна без курса тут у нас не говорит ничего, она не говорит верной информации или неверная, как бы тут мы в этом плане её не рассматриваем. А вот чёрная луна в третьем доме, это не очень хороший признак, потому что говорит о том, что это злонамеренная ложь. Ну, как бы специально так говорят, да, чтобы вас как-то спровоцировать, чтобы вы искажённо увидели ситуацию, поэтому это такой явный знак, что с информацией что-то не то. То есть мы оценили третий дом, оценили знак на Куспиде третьего управителя, Луну оценили, Меркурий, планеты в третьем доме, а теперь нам нужно посмотреть, как это всё, что я сейчас перечислила, влияет на первый дом, то есть на квирента. То есть что ему будет от этой информации? Ну, конечно, в зависимости от вопроса, потому что вопросы разные могут быть. И мы смотрим, есть ли какие-то напряжённые аспекты от информации к квиренту. И если поражают, то можем сказать, там, да, допустим, что-то там, ты можешь бояться, допустим, чего-то или той же информации? Вот. И кто это там? Человек это будет? Или новость? И в общем так. Если нет аспектов, то всё проходит мимо этого человека, всё будет хорошо. и, конечно, очень важно посмотреть у правителя первого дома. Если он сильный во владении либо в экзальтации, то есть мы говорим эссенциальный, сильно по знаку, либо акцидентальный, сильный по дому, допустим, в кардинальном доме, то это говорит о том, что вы сильный, преодолеете все трудности, все сложности. Вот хотела вам показать харарный вопрос. Обратился это вопрос Константина Дорогану, он его показывал на семинаре, обратился человек к астрологу, говорит, снимут ли меня с должности? Говорит, посмотри, пожалуйста, говорит, есть такая вероятность, что меня снимут с должности. Конечно же, астролог стал расспрашивать, почему, кто тебе это сказал и что произошло, потому что, как вы понимаете, это очень важно. И он говорит, ко мне позвонил мой друг и сказал, что, девочки, что-то у меня тут немножко неправильно, вот так вот. Потому что Сатурн управляет третьим домом. Вот, и сказал, что его снимут с должности не просто так, а это будет ну, какое-то показательное выступление, что его вызывают, на коверную надо к начальству в головной ехать, и там при всех типа тебя опозорят и снимут. И он говорит, на самом деле снимут меня, и может быть, мне уже вообще лучше не ехать. Если хотят снимать, то пускай снимают так, нежели я, говорит, опозорюсь. Давайте посмотрим, что мы будем искать в Хараре. Первое, что мы будем искать, верна ли новость, да? потом снимут ли нас с должности так же? И, соответственно, того человека можем посмотреть, кто нам эту новость донес. Давайте попробуем. Ну, третий дом Сатурн, получается. Это новость для него. Третий дом очень заполненный, прям там много планет. Сатурн в Деве, там он, я не помню, Сатурн в Деве не очень сильный, по-моему. Сай стихи. Во-первых, что мы смотрим, девочки, это знак, ну, пусть петель третьего дома. Первое, что мы смотрим, какая новость? Ну, тяжелая для него новость. Нет, кардинально фиксированный обутабель. Кардинальный. Для него это, как сказать, внезапная новость такая. Нет, никак для него. Какая это новость сама по себе кардинальная, это значит быстро переменчивая, кардинально меняется. Да, кардинально. Фиксированный, это точное, конкретное, не меняется, либо мутабельное к нему дошла уже мутированная новость. Получается, новость описывается козерогом. Кардинальный знак, а третий дом это мутабельный дом. Нет, третий дом у нас дом информации, мы его не берем как мутабельный. Мы берем тот, это падающий дом. Это, да, да, мутабельный падающий в принципе разницы нет. Факт тот, что мы не оцениваем третий дом, что он падающий, информация всегда по третьему дому. мы оцениваем знак на паспиле третьего. И управитель третьего в каком доме стоит, вот там, да, уже можем посмотреть. А, Сатурн стоит в этом, в мутабельном доме, в знаке. То есть, там знак козерога этот, кардинальный, а управитель Сатурна стоит в мутабельном знаке. То есть, новость может поменяться. Уже поменялась, получается, к нему пришла, да, уже нотированная пришла. Ещё и сама новость, Сатурн в деле. Как-то так, да, по Сатурну. Вот у нас, когда злые планеты, как вы знаете, злые планеты у нас Сатурн и Марс. Когда у нас за кого-то либо за что-то отвечает Сатурн и Марс, то это получается соответствующее, да, получается нехорошая новость, отписывается Сатурном, злонамеренная. И тут, посмотрите, какая яркая подсказка у нас, чёрная луна на Куспиде третьего дома. То есть, новость искажённая какая-то, неверная. Злонамеренная даже. Ещё обратите внимание, что Сатурн ретроградный. Видите? Мало того, что новость кардинальная, сама новость по Сатурну злая, Сатурн ретроградный, и Меркурий ретроградный, как символический управитель новостей, и чёрная луна стоит, а то он говорит, что что-то тут не то. Хорошо. Посмотрите, новость пришла откуда к нему. Что-то у меня немножечко. Ты сказал, да? Ну, какой-то. Новость, кто ему сообщил? Ну, друг или знакомый, кто там. Друг, он сказал. А вот и показано, да? Управитель третьего дома стоит в одиннадцатом. То есть, получается, новость от друга. Ну, кто принёс её, как бы, видите? То есть, её принёс друг. А давайте посмотрим самого друга. Какой планетой описывается друг? Меркурий ретроградный. Да, сам он описывается ретроградным Меркурием этот друг. То есть, так себе, да? Не очень-то хороший друг. Хорошо, то есть, мы уже поняли, что не хороший друг. Новость тоже у него какая-то злонамеренная. Давайте посмотрим, что насчёт должности. Да. должность это десятый у нас получается, да? Спасибо. Простите. Здорово. Спасибо. Ну, тут солнце водолея слабое вообще оно, оно в соединении с Юпитером. А хотя Юпитер тут как-то ничего не значит. Ну, по крайней мере, мы видим, что должность ничем не поражается. Правильно? Угу. Но мы видим, что должность находится в соединении с Юпитером. А кто такой Юпитер в этой карте, не понятно. Никто, да. И с восходящим узлом, то есть, восходящий узел может... То есть, прям, знаете, в чётком соединении, да, таком... Это Юпитер у нас описывает пятый дом. Это получается, значит, то есть, получается, должность и пятый дом. Это получается, смотрите, либо это одиннадцатый дом от седьмого дома, либо это от друга. Какой дом получается? Шестой. Седьмой. 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 То есть, получается, Солнце и седьмой от его друга находятся в соединении. А при чём тут друг? Ну, мы просто пытаемся понять, кто такой Юпитер, кто это может быть. и мы посчитали, что это либо пятый от первого, либо одиннадцатый от седьмого, но тут у нас седьмого нету, да, это самое, врагов нет. У нас тут, получается, действующие лица первый дом и одиннадцатый дом, и десятый дом, ну, начальство, да, да, то есть, он сам, начальство, друг его. А пятый дом может быть, это просто как пятый дом Юпитер быть, просто как повезёт ему, может там. может быть, он может быть и так и сяк, он может быть либо его везением, да, либо же это партнёр его друга какой-то, и получается тогда тоже может быть, да, что его партнёр и должность вот это самое квирента в соединении, ну, может быть, они так хотят, понимаете. Может, друг хочет снять вот этого товарища и на него место посадить свою жену, допустим. может быть, потому что тут, если мы видим злонамеренное, ложь, да, всё ретроградное, чёрная луна, тут как бы понять надо, зачем он это делает, потому что мы видим, что новость неверная, то есть должности ничего не угрожает ему. Вот, и поэтому астролог сказал, что не переживай, всё будет нормально, беспокоиться тебе нечем. И, кстати говоря, девочки, у нас луна без курса может быть и в начале знака даже. Если она впереди, примерно градусов 12, не будет делать никаких мажорных аспектов. То есть, смотрите, следующий аспект Луны идёт у нас в соединение с Марсом. Марс 20 градусов, 20,57, 21 градус, да, луна 8. Значит, получается 13 градусов. И если луна 12,13 градусов не делает аспекта впереди, то она считается без курса. А знаете почему? Потому что за одни сутки она проходит примерно, ну, это самое, вот этот вот путь, вот оно и называется так, суточный путь Луны 12, где-то с половиной градусов, плюс-минус. Если луна за целый свой путь не делает ни с кем аспектов, она уже без курса. И фактически тут получается ситуация без курса. Она по 13 градусов ничего не будет делать до Марса. Кстати говоря, это тоже девочки это самое, учитывать надо. Ну и тут как бы всё показывает о том, Но она же сделает соединение с Марсом. Через 13 и с времени когда это будет? Ну и что? Ну, даже если она и сделает соединение с Марсом хорошо, тут у нас Марс не отвечает за поражение, за какое-то... Сам Марс у нас в принципе управитель первого и второго дома. То есть в данном случае это не решает ничего. Оно говорит о том, что Луна без курса фактически. Вот. То есть соединение это является, не является... Короче, соединение не учитывать, да? Если до него 12-13 градусов, то да. Это считается как Луна без курса. Ой, Боже ты мой, как так все это объединить? Ну, вам запомнить надо, если Луна... То есть ход событий ничего не будет в ближайшее время. То есть если Луна находится в начале знака и не делает... Обязательно в начале, если она может быть и не в начале знака, это может быть в середине она может делать, хоть где. Главное, чтобы между Луной следующим аспектом был вот этот вот длинный путь. Иногда Луна делает в начале знак аспект и в конце знака. Между ними там 15 градусов она считается без курса вот первый путь вот этот вот. А потом, когда до первого аспекта меньше 13 градусов останется, она уже с курсом считается. То есть когда долгое время она в середине без курса, без аспектов она считается без курса. Ну и мы видим, что в данном случае Солнышко, то есть должность его не поражается. Марс тоже ничем не поражается. Даже Сексиль с Венерой у нас идет и с Ураном по-моему.